Мне очень приятно представить слово Людмиле Александровне Дорониной, начальнику управления защиты прав застрахованных Татарстанского фонда обязательного медицинского страхования для выступления с докладом использования принципов доказательной медицины в оценке качества медицинской помощи по ОМС. Уважаемый президиум, уважаемые коллеги, добрый вечер. Я являюсь представителем системы обязательного медицинского страхования, система, которая сегодня, ну не критикует, наверное, разве только ленивый. Поэтому мне хотелось бы, чтобы вы нас увидели с новой стороны. Мы не являемся сторонними наблюдателями достижений доказательной медицины. Мы их используем в своей практической деятельности, в частности в экспертной деятельности, чему, собственно, и посвящено мое выступление. Для начала скажу о нашей системе обязательного медицинского страхования, чтобы было понятно, что это орган финансирующий здравоохранение. Доля средств ОМС финансирования здравоохранения достигает 65-70%. За счет средств ОМС финансируется сегодня первичная медико-санитарная помощь, специализированная помощь, включая отдельные виды высокотехнологичной медицинской помощи и скорая медицинская помощь. Ну, например, в 2014 году из фактических расходов на здравоохранение более 40 миллиардов рублей, доля средств ОМС составила более 29 миллиардов рублей. Соответственно, система, которая финансирует здравоохранение, конечно, на нее возложены обязанности по контролю. И цели контроля, они в принципе достаточно просты. Первое, мы хотим убедиться, что действительно имеет место обеспечение гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, которые имеют полис обязательного медицинского страхования. Вторая важная цель – это оптимальное расходование финансовых средств. Я знаю, какое негативное восприятие от слова «оптимальное расходование», но здесь это из нормативных наших документов, а вообще-то речь идет об оценке эффективности расходования финансовых средств. И основные виды контроля у нас – это экспертная и ревизионная деятельность. Я остановлюсь на первой экспертной. Значит, экспертиза в сфере ОМС, она делится условно, конечно же, на две части – это медицинская и экономическая. У нас очень жесткое регулирование на уровне федерального законодательства. Есть соответствующий федеральный закон, есть подзаконные акты. Экспертиза проводится как штатными сотрудниками фонда и работающих вместе с нами страховыми компаниями, так и внештатными сотрудниками. В частности, экспертизу качества медицинской помощи проводят эксперты качества, включенные в реестр экспертов. Сегодня экспертиза в сфере ОМС является наиболее массовой. Если мы возьмем и сравним все виды контроля государственной, ведомственной в сфере ОМС, то вы увидите, что очень массовый объем проводим экспертизы. Например, в 2014 году проведено более 600 тысяч экспертиз, проверили в среднем одно из 50 посещений в поликлинику, каждый пятый случай госпитализации в стационаре, каждый восьмой случай госпитализации в дневной стационаре и один из 40 вызовов скорой медицинской помощи. В принципе, такая большая репрезентативность в выборке, она позволяет сделать достаточно хорошие выводы. Экспертиза качества медицинской помощи, как я уже сказала, проводится с экспертами. Требования к эксперту это стаж по соответствующей специальности не менее 10 лет и обучение по вопросам экспертной деятельности в сфере ОМС. Экспертная работа у нас проводится в рамках гражданско-правовых договоров, то есть мы оплачиваем экспертам и на 1 января 2015 года в территориальном реестре экспертов их количество составляло 235. Конечно, мы придерживаемся основного принципа, что должны превалировать тематические экспертизы, которые проводятся по отдельным тематическим признакам. И вот доля тематических экспертиз составляет около 50%. Есть известное выражение, оно вам всем известно, что нельзя управлять тем, что нельзя измерить. И вот количественно измерить качество, этот соблазн возникает у каждого экспертного сообщества, и мы здесь, наверное, просто не исключение. Как я уже сказала, экспертизу проводят у нас эксперты, включенный реестр. Мне очень нравится вот эта пирамида доказательств, что мнение экспертов все-таки лежит в основании этого треугольника, который показывает, что есть определенный субъективизм в экспертных оценках. Поэтому мы свой вектор взяли на использование в экспертной деятельности результатов рандомизированных клинических исследований, систематических обзоров и мета-анализа. С 2012 года мы разработали 17 индикаторов, которые позволяют оценить качество медицинской помощи при таких социально-приоритетных заболеваниях. Это сахарный диабет, инфаркт миокарда, инсульты, хроническо-обструктивная болезнь легких и так далее. Наши индикаторы, конечно, характеризуют и оценивают лечебно-диагностический процесс. При этом важно, чтобы оцениваемые в качестве индикаторов лекарственные препараты или диагностические исследования входили в федеральные стандарты медицинской помощи и имели уровень доказательности A или B. Цель внедрения индикаторов, конечно, количественно измерить качество медпомощи, оценить исполнение федеральных стандартов медицинской помощи и порядков и исключить субъективизм в экспертных оценках. Я приведу лишь несколько индикаторов, которые мы оцениваем. И, как вы заметили, количество экспертных случаев, которые используются для оценки индикаторов, оно достаточно велико. Это не 100, это не 200 случаев. Это, например, при воронхиальной астме в 2014 году оценка шла на 3 225 случаев. Согласитесь, это достаточно много. Так вот, один из индикаторов – доля больных, персистирующих бронхиальной астмы, получающих байсную терапию ингалюционными кортикостероидами. По разным препаратам мы проводили. И целевой показатель, конечно, 100%, фактических показателей за 2014 год – 73%. Или следующий индикатор – доля пациентов, перенесших инфаркт миокарда, который получает ингибитор АПФ при низкой фракции выброса левого желудочка. Здесь тоже целевой показатель 100% должен достигаться. По факту это 70%. Вы знаете, что наша республика – пионер по созданию сосудистых центров, то есть центров, где лечатся больные с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Мы внедрили индикатор – доля больных ОНМК, которым проведена нейровизуализация в течение 40 минут с момента госпитализации. То, что это должно проводиться, доказано обзорами доказательной медицины, извините за тавтологию. Понятно, что нейровизуализация позволяет оценить как топику, так и характер патологического процесса. Но здесь, к сожалению, результаты пока оставляют желать лучшего. Этот показатель по оказанию медпомощи не в сосудистых центрах составляет 8 всего лишь процентов, а в сосудистых центрах тоже еще далеко от желаемого, то есть всего 56%. Следующий, очень интересный, на наш взгляд, показатель, индикатор, который мы оценим – это доля больных с сахарным диабетом первого типа, у которых проведено исследование гликализированного гемоглобина. Этот индикатор очень важный, он позволяет оценить управляемость с сахарным диабетом, правильность назначения сахароснижающей терапии и насколько вообще пациент комплиентен к лечению, то есть получает ли, принимает ли он эти препараты. Мы провели выборку на 10 тысяч 34 случаев в 2014 году и фактически показатель составил 35%. Но когда мы начинали в 2012 году, показатель-то был всего 16%, и мы очень рады вот такой, пусть небольшой, но все-таки динамике, которая прослеживается. Практическая значимость результатов оценки индикаторов, она сегодня очевидна. Во-первых, они используются в качестве инструмента для совершенствования качества медпомощи, в частности маршрутизации пациентов. Результаты мы доводим до соответствующих органов, чтобы они принимали управленческие решения. Эти результаты влияют на принятие решений по финансированию, по отдельным профилям. В частности, когда мы увидели, что фактически ни в поликлиниках, ни в стационарах не определяется гликолизированный гемоглобин, мы представили свои расчеты в наше финансовое управление, сказали, что необходимо увеличить, и не без нашего участия тариф законченного случая в поликлинике к врачу-эндокринологу был значительно увеличен, и сейчас он один из высоких среди других специальностей. Ну и, конечно, индикаторы позволяют увидеть слабые места, такие как ситуация, которая происходит у нас сегодня по многим индикаторам при хронической обструктивной болезни легких. Важная часть, что медицинские организации не оспаривают результаты экспертизы, где в качестве аргументов принимались обзоры доказательной медицины. Мы каким-то образом уходим от субъективизма в экспертных своих оценках. Конечно, использование индикаторов качества с позиции доказательной медицины – это яркий пример использования достижений доказательной медицины в практической деятельности, но я не зря поставила многоточие, это не законченная мысль, это, в принципе, следующий постулат, к чему мы, в принципе, должны двигаться. Сегодня имеет место лоббирование по включению отдельных лекарственных препаратов, диагностических услуг, федеральные стандарты медицинской помощи и клинические рекомендации. Это слишком сегодня очевидно и заметно. С позиции оптимальности использования финансовых средств, а я выступаю от финансового органа все-таки, нам необходимо использование результатов клинических исследований, доказывающих эффективность и безопасность применения лекарственных препаратов и диагностических исследований, прежде чем они будут включены в федеральные стандарты и клинические рекомендации. Мне кажется, сегодня мой основной посыл к сообществу по доказательной медицине свой вектор усилий направить именно в эту сферу. Поэтому нам представляется, что в сфере обязательного медицинского страхования необходима организация работы по оценке медицинской и экономической эффективности использования современных технологий. Но без участия специалистов по доказательной медицине сделать это затруднительно. Поэтому мой основной посыл – интеграция сообщества по доказательной медицине в сферу ОМС, и тогда мы, наверное, получим вот тот синтез хороший медицинской и экономической эффективности. Благодарю за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...